Привет, друзья! В этом видео расскажу, как купить токены проекта CyberConnect до их выхода на биржу и заработать на этом. Это видео будет инструкция по CoinList, как здесь принять участие в токен сейле. И в принципе, это можно использовать как инструкции ко всем токен сейлам, которые будут проходить на проекте CoinList. Токен сейл это продажа токенов проекта до их официального выхода на биржу и CoinList является одной из самых больших площадок по продаже таких токенов. В 2020 году здесь запускалась Solana и продавалась по 22 цента. В 2021 запускался токен Casper, Mina это только лишь часть таких больших токенов, промежутки между этим запускалось много других токенов. Все из которых дали иксы, поэтому CoinList можно назвать эталонной IDO площадкой, где можно перед выходом на биржу купить токены. Но сделать это не так-то просто, потому что желающих купить токены по такой приятной цене очень много. В предыдущие сейлы количество людей, которые хотели поучаствовать в токен сейле доходило до миллиона человек. Ну и вот представьте, если мест примерно 5000, а миллион аккаунтов участвует в токен сейле. Конечно поучаствовать смогут не все, но зарегистрироваться здесь, зарегистрировать аккаунты возможно там на свою семью, я считаю нужно обязательно, потому что это такой бесплатный билет, где в случае чего вы можете купить токены по очень низкой цене. Для того, чтобы принять части, нам нужно перейти на CoinList, здесь нажать зарегистрироваться, ввести имя, фамилию, почту и два раза пароль. И создать аккаунт. После входа в личный кабинет, вот здесь справа, нам нужно будет подтвердить свой аккаунт и пройти KVT верификацию. Это нужно для того, чтобы минимизировать количество ботов, чтобы участвовали здесь только реальные люди. Тем не менее, на CoinList, наверное, одно из самых больших количеств аккаунтов, мультиаккаунтов, которые создают люди. CoinList всячески с этим пытается бороться, но пока что мультиаккаунтов здесь очень много. И люди проходят KVT верификацию на своих родственников, покупают KVT верификации для аккаунтов, делают целые фермы из аккаунтов, чтобы как можно больше шансов было принять участие в токен сейлах, которые здесь проходят. Поэтому проходим KVT верификацию, вот здесь далее нажимаем Register Now, либо можем перейти в раздел Token Sales, и здесь тоже самое, мы видим такую же надпись Register Now в самом верху. Нас перекидывает на сайт CyberConnect, нажимаем зарегистрироваться. Здесь видим информацию о проекте, о том, что токены будут продаваться по цене 1.8 долларов за токен. Минимальная сумма для вокупки 100 долларов, если вдруг нам дадут аллокацию, можем минимум купить на 100 долларов. Максимум на 500. Естественно, все покупают на максимальную сумму, потому что если вам дали аллокацию на Коинлисте, то это уже очень большая удача, и нужно покупать по максимуму. Можно будет оплатить в USDC, либо USDT. Нажимаем зарегистрироваться. Нажимаем вот здесь кнопочку Get Started. Выбираем ту личность, с которой мы будем участвовать в токен сейле. В данном случае здесь будет ваша фамилия, имя, отчество. Нажимаете продолжить. Выбираете резидентом какой страны вы являетесь. Ставим галочку и нажимаем продолжить. В этом тесте просто выбирайте ответ, который сейчас видите на экране. Здесь этот ответ. Decentralize Social Network. Участвовать можно только за USDC, либо USDT. Стоимость 1.8 долларов. Максимально 500 долларов можно купить. Здесь вот этот ответ. Coin List. И здесь вот этот ответ. Все, нажимаем продолжить. Если вдруг вы где-то ответите неправильно, ничего страшного. Вам покажет, что вы ответили неправильно. Вы сможете исправить свой ответ. Далее вам предложат привязать свой кошелек. Написано, что это опционально сделано. Насколько я понимаю, здесь это сделано для тех людей, которые участвовали в ретродропах, которые будут участвовать в ретродропе от проекта CyberConnect, чтобы идентифицировать их по кошельку, который вы здесь привяжите. Вы можете нажать Add a Wallet и привязать здесь MetaMask, либо через Wallet Connect привязать свой Trust Wallet кошелек. Нажимаете, например, в Wallet Connect, у вас появится QR-код, который вам просто нужно в Trust Wallet отсканировать. Здесь ничего сложного нет. Либо через MetaMask, через расширение привязать свой кошелек. Можно нажать No Thanks и не привязывать свой кошелек. Все, теперь нам пишут, что мы успешно зарегистрированы в этом токен-сейле. Я стал ждать вот столько дней, часов и минут. И вот здесь мы видим подробную информацию о том, что у нас пройдено и что нам еще предстоит пройти. Например, здесь у нас не пройдена еще идентификация личности, потому что она проходит не сразу и нам нужно будет подождать. Как раз поэтому я перейду на тот аккаунт, где у меня уже все пройдено. Здесь я могу также перейти, нажать Register Now. И здесь вижу, что у меня все успешно выполнено. Вот здесь написано Sale период, то есть период, когда начнутся продажи, это 18 мая. Нужно ждать 18 мая, 17.00 по UTC, по Greenwich, там уже прибавляйте к своему времени, чтобы участвовать в сейле. Вам может повезти, а может и не повезти. Но CoinList, так как он пытается бороться с мультиаккаунтами и делал так, чтобы у всех людей были одинаковые шансы, не у тех мультиаккаунтов, не у аккаунт-ферм, а у обычных людей, чтобы обычные люди могли здесь поучаствовать. Здесь ввели систему кармы, с помощью которой вы можете увеличить свои шансы. Карма дает вам приоритетную очередь и приоритетные шансы для участия в токен-сейле. Для того, чтобы поднять свою карму, нам нужно выполнить ряд некоторых действий. Мы можем здесь нажать на свою карму и мы увидим задание, которое нужно выполнять, чтобы ее поднять. Например, за трейдинг мы можем заработать до 50 кармы. Это будет 1% от нашего ежедневного объема. То есть 1% нашего объема торгов у нас уходит в карму. И максимум мы можем заработать 50 кармы за день. А, да, извиняюсь, здесь написано еженедельного объема, то есть за неделю можем заработать 50 кармы. Также можем заработать за стейкинг тоже карму до 60% за неделю от объема стейкинга. Ну вот здесь написано, что мы можем зарабатывать до 160 единиц кармы каждую неделю за стейкинг и торговлю на коин-лист. И еженедельная карма истекает через 18 недель. То есть если проходит 18 недель, то у нас просто списывается карма, которая была заработана 18 недель назад. Тем самым исключает тот момент, что у человека просто будет несколько аккаунтов очень-очень старых, на которых будет много кармы. Карма не вечно, она у нас списывается со временем. Поэтому ее как бы постоянно нужно поддерживать. Помимо такой еженедельной кармы есть еще и стартер кармы, которая не истекает, которая не имеет срока давности. И здесь есть тоже задание для ее получения. Некоторые задания еще недоступны, некоторые задания уже доступны и можно получать карму. Например, за совершение 5 сделок на коин-листе вы можете получать вот такие поинты, которые дают вам карму. Ну что, я пошел качать карму на своем аккаунте. Надеюсь, что вам это видео было полезным. Если это так, то поставьте ему лайк. Задавайте свои вопросы в комментариях, если у вас остались. Всего хорошего, всем больших заработков, удачи, пока.